Ирина Викторовна Печерникова В 1862 году с первого раза поступила в театральный институт школы студии МХАТ. И уже на втором курсе ее пригласили на роль в спектакле «Зима нашей тревоги». В 1866 году получила диплом и начала работать в театре Ленком. В 1868 перешла в театр имени Маяковского. Дебютом в кино стал фильм 1967 года по Александру Сергеевичу Пушкину «Каменный гость». В этом же году Печерникова получила предложение от Леонида Гайдая сняться в главной роли фильма «Кавказская пленница». Но молодая актриса сделала выбор в пользу «Каменного гостца», так как считала, что для нее интереснее драматическая роль. В следующем 68 году Печерникова снялась сразу в трех фильмах. Это были «Первая любовь по повести Тургенева», «Доживем до понедельника» Станислава Ростоцкого, «Щит и меч» Владимира Басова, триумфально прошедшего по кинотеатрам Всего Советского Союза. После такого начала актриса была постоянно востребована в театре на лучших ролях и снималась в кино. Следующим успехом был телевизионный сериал по Джеку Лондону. Мартин Иден. Актриса была, что называется, на расхват и в 78 году на пике популярности перешла на работу в Академический Малый Театр, который считался очень престижным в актерских кругах. Тхут рук Михаил Царев сразу предупредил наш театр особый, императорский. «Готовьтесь, коллеги, вас будут есть как минимум два года, а вы, по-моему, съедобные». Актриса вспоминала, что любить ее действительно было не за что, поскольку она пришла и получила все лучшие репертуарные роли. Первым мужем стал польский джазовый музыкант-лидер группы «Бизоны» «Сбигни в Бизонь». Однако вместе прожили недолго, так как музыкант все время гастролировал по Польше, а Ирина не могла без театра, а также скучала на чужбине по родным. Второй раз личная жизнь Ирины Печерниковой изменилась после встречи с актером Борисом Галкиным. Они познакомились в Малом Театре, где артистка в то время служила, а Галкин ставил дипломный спектакль. Сначала он влюбился в ее портрет, висевший в фойе, а затем и в сам оригинал. Через пару месяцев после знакомства они поженились. Но Борис любил Ирину, а она в то время любила лишь театр, и потому союз распался. В 90-м году актриса ушла из театра, и ее перестали приглашать в кино. У нее начался трудный период, в том числе из-за проблем с алкоголем. В 97-м году актриса встретила актера Александра Соловьева, у которого были такие же проблемы. Хотя они были знакомы и раньше еще с 86-го года. Но тогда у Соловьева была семья, подрастал маленький сын, а теперь он был свободен. И они обвенчались в 97-м в церкви на Арбате. Через три года Соловьев в канун 2000-го года был найден на улице с черепно-мозговой травмой. 1 января он умер в больнице, не приходя в сознание. Участковый милиционер опознал неизвестного как знаменитого красавчика из фильма «Зеленый фургон». Если бы не этот факт, то его похоронили бы как неизвестного без документов. Для актрисы этот удар стал причиной тяжелого нервного расстройства. Она полгода провела в больнице. Далее были годы страшной депрессии и нежелания жить и видеть людей. Однако время лечит. И с 2010-го года актрису стали приглашать на телевидение, и у нее снова появились роли в кино. Знаменитая актриса стала снова видеть мир в красках и появляться на людях. В творческом багаже Ирины Викторовны Печерниковой 41 актерская работа.